добрый день друзья пришло время рассказать наверное многие вещи которые мне кажется будут вопросы полезны ну начнем с моего внешнего вида я очень оброс я волосатый да это не антураж ни в коем случае хотя мне в принципе нравится как я выгляжу я узнал пару может быть три года назад что волосы это очень полезный инструмент для познания мироздания ну это антенна кто-то об этом слышал волосы это космос космос это космос то есть для связи с нашим внутренним внешне как хотите надавить космосом космы это самый полезный инструмент вот это вот заросшись борода это богатство рода то есть эта связь с нашим родом рота составная часть космоса то есть все антенны на поверхности тела для чего-то нужны иначе его просто не было эстетические манипуляции которые человек проводят над собой ну в частности мужчины бреют лицо стригутся как солдаты все чем короче волосы тем он деловите выглядит ну и действует скорее всего деловите но скорее всего не замечает каких-то еще вещей в жизни ну как мне кажется надеюсь я ошибаюсь и чрезмерно категорично в этом отношении хотя хрен его знает может не чрезмерно вот про внешний вид я рассказал теперь расскажу про питание питание я поменял три года назад ну как-то оно случилось органично наверное все вместе питание волосы отказ от всяких привычек ну привычками назовем чай кофе на телек я давно не смотрю ну и в принципе я по вашему мнению вообще должен быть таким сектантом как мне мамы называет потому что я не вписываюсь в общепринятую модель ну я пытался я пытался вписаться в нее еще в школе мне казалось что я какой-то странный что мне надо стать нормальным я что-то не догоняю может у меня плохо с адекватностью с пониманием того вообще что вокруг происходит ну я пытался быть как все понял что блин там нет пути никакого что там тупик просто ну и началось у меня с музыки я начал слушать музыку инструментальную услушивался ее просто часами иногда включал на ночь и просыпался на еще играл утром вот в процессе прослушивания инструментальной музыки то есть без навязывания смыслов слов я анализирую что происходит внутри а внутри переваривала смесь его такую как мусорку если взять залить кипятком и варить ее будет такой бульон бульон вряд ли кому этот понравится но так как источник этого всего месиво это мои мысли да то все составные ингредиенты этого блюда я понимал откуда они берутся и что они порождают когда смешиваются в этом аппетитном бульоне так вот я разбирал эти ингредиенты по частям и стал потихоньку задаваться вопросами на которые как ни странно ответы приходили мгновенно а вот парадокс такой да есть то есть пока ты не задашь вопрос ты по сути не активируешь ту библиотеку из которой тебе сыпется информация как только ты спросил тут же приходит вопрос прям мгновенно прям по сути говоря обратная сторона этого вопроса но его надо услышать потому что есть еще такой инструмент как ум это такой манипулятор который с известными вещами работает очень просто то есть он знает например да что нужно делать в тех ситуациях которые уже случались очень быстро как такой конвейер бам-бам отрабатывает но те ситуации которые мы не знакомы для него это ну страшная ситуация неважно там может быть за ними стоит миллион долларов который должен свалиться тебе неожиданно но так как для ума это непривычно и некомфортно то может быть этот миллион просто будет незамечен потому что ты на это не обратишь внимание так вот когда я стал просеивать свой мусор который мне любезно предоставлял ум я понял что большая часть мыслей это инородные как бактерии что ли если так сравнивать мой иммунитет их не распознает уже потому что ну я с ними свыкся я привык к ним как правило все эти мысли они помогали мне быть хорошим а по факту ведь я не хочу быть хорошим я никогда и не пытался быть хорошим потому что хорошим быть невозможно просто нереально ну задумайтесь как можно стать хорошим для всех если ты хороший для преступников за тут и хороший для жертв этих преступников если ты хороший для жертвы то для преступника ты пища то есть ты не можешь быть в принципе никогда в жизни хорошим а кем человек может быть точно он может быть только счастливым что такое счастье, вот если задаться этим вопросом, можно развести полемику на 10 лет, и каждый будет по-своему прав, только потому что ум бросается на этот вопрос как собака из тех позиций, которые ему уже известны. А известно ему что? То, что было до этого. Если бы в жизни, во Вселенной всё формировалось только на базе предыдущего опыта, и ничего нового никогда не открывалось бы, то, соответственно, Вселенной этой уже не было бы, потому что не было бы смысла интегрировать что-то новое, ну, точнее, синтезировать что-то новое, и она просто закончилась. Ну, как нам внушают, что человек произошёл от обезьяны? Ну, это обезьян вородатых, я таких не видел. Ну, это ладно, это отвлечённые разговоры, но вот если предположить, человек в обезьяну может превратиться элементарно, ну, деградировать, поддаться своему уму, наверное, который ведёт его в страх, а страх делает из него животное, инстинкты и так далее. Ну, то есть, если предположить, что мы прошли цепочку эволюции от минералов через растения и животных и вышли на человека, то мы им весь, мы имеем весь этот опыт. Вот весь этот опыт, он даёт нам возможность идти дальше. И тот ресурс, который стоит всегда над нами, а мы не вверх эволюции, да, ну, хочется так считать, но мы не вверх эволюции только потому, что вот цветок, например, думает, что он вверх эволюции вот среди цветков, что, в принципе, цветок круче, чем минерал. И он может себе это позволить, потому что он когда-то был минералом. Но как только цветок жирает там та же коза, не знаю, корова или ещё кто-то, то для неё это непознанное нечто, ну, есть такая лекция Ефимова, советую посмотреть для сотрудников ФСБ, почему-то он её читал в 2001 году. И там об этом рассказывать, в принципе, для того, чтобы задуматься о каких-то вещах, да, просто пользоваться можно такой наукой, как геометрия. Геометрия всегда помогает выстраивать вспомогательные линии, которые, в свою очередь, дают картину, которые за рамками фигуры какой-то. Например, вот тот же треугольник, если прочертить линии дальше, то есть отрезки превратить в прямые, то у нас будет уже какая-то звезда, если вот так отдалиться, да, у неё лучи появятся, они куда-то там в разные стороны расходятся. И эти лучи могут соединиться с какой-то ещё фигурой, которой в поле этого треугольника не было. Может выстроиться какая-то взаимосвязь, там, похожая на нейроны мозга и так далее. То есть есть науки, которые всё-таки полезные. Я не говорю, что есть вредные науки, но я говорю, что есть полезные. Есть науки бессмысленные, скажем так, история, география, ну, на мой взгляд. А есть науки, которые позволяют предполагать и находить какие-то ответы. Так вот, наверное, я слишком сумбурно вам рассказываю, но смысл моего послания заключается в том, что если у вас есть какие-то вопросы, а я уверен, их миллиарды вопросов, ну, не может быть, чтобы не было вопросов, вопросы всегда есть. Первым делом констатируйте факт, констатируйте факт, что вопрос есть. И вот максимально детально разберите свой собственный вопрос. Там отсутствие денег, отсутствие любви, отсутствие тепла, отсутствие уверенности, там, наличие колоссального страха. Ну, в общем, вот эти все вопросы задайте себе, констатируйте факт, что вопрос есть. Он на сегодняшний день актуален. И что кроме вас, это самый важный момент, никто на него не ответит. Ни врач, ни президент, ни в книжке вам никто не скажет, да, что надо делать. Или, ну, вот здесь ответ на твой вопрос. Никто не ответит. Но как только вы его зададите, ответ может быть даже на облаке. Вот вы посмотрите на небо, увидите там ответ. Почему? Вкратце, это можно изобразить как, ну, вот есть такое предположение у Зеланда, что весь мир вокруг нас – это зеркало, да? Ведь не поспоришь. Ну, зеркало не прямое, которое мы привыкли видеть, даже и не сферическое. Оно многомерное измерение, в нем неограниченное количество, и они с каждым разом увеличиваются. Ну, то есть, так как мы растем, растет количество наших отражений. Геометрически, как это представить, я вам не скажу. Ну, если кто-то знаком с фракталами, это вот из области фрактала. Фрактал – это фигура, которая повторяет в себе то, из чего она состоит, в каждой ее части, или наоборот. Вот мельчайшая фигура, она может повториться во всем фрактале. И конца и края этому нет. Поэтому, ну, можно сделать выводы, да, и рекомендую пользоваться этим. Когда вы о чем-то думаете, вы можете просто представить, что ваша мысль, ну, она незначительная, да, условно, в рамках Вселенной, как капля в океане, ваша мысль – это такой мельчайший фрактал. То есть, мельчайший вообще там, меньше атома, миллиарды раз, например, да. Но у этого фрактала есть такая мощь, если вы вот сконцентрируетесь на этом фрактале и представите, что этот фрактал, он во всем вокруг. То есть, вот эта мысль, она в небе, она в полу, на котором вы стоите, она в воздухе в каждой частице. Просто вот эта мысль, которую вы зарядили, например, хотите быть счастливым. Ну, во-первых, давайте определим сразу, что такое счастье. Счастье, я вам сразу раскрою секрет. Счастье – это со-частье, то есть, когда ты являешься и чувствуешь себя частью целого. Целая – это Вселенная. Вселенная внутри нас, ну, вот такой получается, да, парадокс. И когда взаимосвязь ощутима, то ты счастлив. Когда взаимосвязи нет, соответственно, ты несчастлив. Ты теряешь всего лишь связь. Это как, ну, представить, наверное, вот когда ребенок с мамой в людном месте идет за руку. Ну, на базаре там, не знаю, в магазине. И в какой-то момент рука размыкается, ребенок засмотрелся на что-то, оборачивается, мамы нет. Вокруг много людей, да. И что происходит? Мама потеряна. Ребенок не является частью союза с мамой. Ну, то есть, своим ресурсом изначальной материи, да, мать-материя. И он в этот момент несчастен. Ну, такая, да, аналогия. Но счастье можно обрести вновь, нужно просто найти маму, да. Может быть, неудачный пример. Может быть, надо уж что-то поинтереснее поискать. Но суть в том, что наша природа физическая, да, то, что нас окружает там деревья, небо, лес, все стихии, это наша часть. Ну, как бы мы ни хотели, мы можем отрицать и говорить, что мы автономно от этого существуем, можем вообще прожить без этого. Но я пока таких случаев не знаю. И геометрически выстраиваемая модель предположительную, она не говорит мне о том, что действительно так может быть. Вот без природы мы умереть можем. Природа без нас обойдется. Тоже, ну, но мы ей пользуемся. Ну, паразитируем или не паразитируем, зависит от того, как мы это делаем. Если мы чувствуем, что мы часть природы, мы никогда в жизни паразитировать не будем. Если мы считаем, что природа для нас, и мы можем здесь вести себя по-хамски, и у нас есть такая возможность, мы можем здесь все взять и засрать, соответственно, мы будем жить в говне, потому что мы засрали это все. И выбор у каждого есть. Но вот когда мы живем, не ощущая себя частью, мы несчастные, да, и продолжаем делать привычные действия, то мы ищем ответы на вопросы счастья-несчастья. Счастье – это любовь. Счастье – это бабло. Счастье – это работа, отдых, остров, тачки. Что хотите, короче, самолеты, да. А уходя от реального механизма, который в природе заложен, мы становимся уродливым деревом, да, или уродливым организмом, который рано или поздно просто, ну, отваливается и перегнивает. То есть в этом тоже ничего плохого нет. Может, кому-то и нравится быть перегноем. Перегной же – это полезно, это почва для следующих поколений. Но учитывая тот факт, что у нас есть возможность расти, то есть вот если сравнивать, да, камень, цветок, животное, человек, то можно предположить, что есть что-то более высокое. То есть мы называем это высшим разумом, Богом, Вселенной, Абсолютом, как угодно. Ощущение вот этого высшего разума, оно приходит в тот момент, когда мы как раз ничего не говорим, когда мы слушаем, когда мы задаем вопросы, когда мы смотримся в отражение, и через отражение пытаемся понять себя. Тогда приходит понимание, осознание, да, и созвучие какое-то. Когда случаются ситуации, которые для нашего ума некомфортны, да, мы называем их там стрессом, страхом, мы в этой ситуации злимся. Наша самость говорит, что да какого хрена, да что это за жизнь такая, да, и что происходит. Мы отражение игнорируем, мы говорим, что это рожа кривая, не моя, или начинаем тереть это зеркало, да, ну если так представлять. Что-то ничего не меняется, мы можем зеркало разломать, да, оно еще больше исказится, и мы будем искать в этих еще как более сложных мозаичных отражениях тот образ, который все сложнее ловит. Его можно уловить, если постараться, да, а стараться не хочется. Почему? Потому что зачем заморачиваться? Что в этом такого, да, ну вот подумаешь, я чего-то не понимаю. Я сейчас спрошу у кого-то, мне скажут, как быть хорошим, и все, я сделаю то, что мне сказали. Но в этот момент что происходит? Ответственность за действие, которое не родилось внутри тебя, а которое пришло извне, и оно даже извне не родилось самостоятельно, оно транслируется, транслируется по цепочке страхом. Ответственность за это действие, оно, она ложится уже не на тебя, и ты не пожинаешь плоды собственной вот этой вот эволюционной цепочке размышлений, или там ответов, которые пришли. И ты, по сути, получается, сделал то, что тебе сказали, результатом опять недоволен, опять ждешь ответа от кого-то, а про себя ты забыл. Ответ всегда внутри. Ну вот спросите себя, что хотите? Вот, ну, любой вопрос, да. Чего я, я лично, не от меня ждут, а чего я лично хочу. Ждут-то от меня, понятно, там, чтобы я был таким, чтобы я делал то, чтобы я мыслил это, не говорил того. А что я бы лично хотел? И каждый, наверное, себе ответит на вопрос, что я бы хотел, чтобы меня просто приняли таким, какой я есть. Но для этого нужно что? Другие хотят, чтобы ты соответствовал в их модели, тогда они тебя примут. Если ты не соответствуешь, то нахрен ты такой нужен. Ну, ты не вписываешься в их модель, и ты инородный организм. Инородный организм, он неудобен. Вот, например, вы общаетесь с каким-то человеком, и человек вам говорит, не говори глупости, не болтай ерунды. И вот вы начинаете доказывать, что, блин, ну разберитесь, посмотрите, где тут ерунда. Это же всё разумные вещи. А разумные вещи для него это одно, для вас другое, для третьего третье. Как найти компромисс? Ответ в том, что компромисс не нужен никому. Нужно единогласное мнение. А единогласное мнение, это когда ценности люди разделяют одни и те же. А ценности могут люди разделять одни и те же, когда они со-частны, со-частливы, счастливы. То есть, когда они ощущают неотъемлемую связь с природой, в которой мы все живём. У нас общая природа, в принципе, да? Ну, что человеческая природа, что внешняя природа, физическая. И когда мы понимаем, что у нас один общий ресурс на всех, что у нас одна общая взаимосвязь, тогда единогласное мнение просто на раз-два-три возникает. И оно возникнет. Для этого нужно понять простую вещь, что никто, кроме вас, на ваш вопрос не ответит. Ни один врач, ни один специалист. Я на ваш вопрос не отвечу. Вы на мой вопрос не ответите. Но если мы будем задаваться вопросами внутри себя, мы ответим на свои собственные вопросы. Вопросов будет всегда всё больше, как геометрическая прогрессия. Ответите на один, там, пум, пять штук. Ответите на пять, там, двадцать пять. Ну, и понеслась. Ну, например, да? Или там сто. Один вопрос будет интересен другому, но каждый ответ будет раскрывать новую грань этого зеркала, да, вот, ну, то, что нас окружает. И интерес, ну, к получению ответов, он будет возрастать. Возрастать будет, почему? Потому что вы будете открывать глаза, вы поймёте, что, блин, как же это интересно, как это круто, что в этом нет абсолютно ничего драматичного и, ну, навязанной нам идеей, что мы в аду живём, да? Мы живём в той реальности, которую принимаем. Вот, ну, вспомните себя детьми. Когда вы, допустим, играли там во дворе, ходили куда-то, куда вам запрещали взрослые, ну, то есть действовали самостоятельно, вообще не парились там, правильно это, неправильно. Вы изучали, у вас был опыт свой. И когда вы какие-то вещи постигали самостоятельно, у вас были открытия. Эти открытия говорили о чём вообще? Что, о, вот как, о, вот как оно на самом деле. И у вас есть рычаг уже, да? Вот, ну, опыт, который приобрели вы сами, он в книжке не прочитается. Человек вам об этом не расскажет. Вы можете, конечно, какую-то историю слушать, которая вас зацепит, и эмоционально её пережить, но пока вы сами не прошли что-то, оно для вас иллюстративно, оно не имеет, ну, как, грубо говоря, треугольник, да, без продолженных вот этих прямых из отрезков. Когда вы видите вот эти прямые, вы понимаете, что, на самом деле, изменив чуть-чуть, у вас изменяется луч, и звезда, которая вот из этой фигуры образуется, она влияет на бесконечное расстояние. Ну, бесконечное в мерках наших пониманий, да? На самом деле, я думаю, что многие уже понимают, что время – это выдуманное понятие. Это как вот, ну, есть такая теория, что сон, он мгновение всего лишь длится, да? Мы там целую историю проживаем, и потом ещё там двухсерийные сны какие-то, продолжения бывают. Но это всё в мгновение. Почему сон длится мгновение, да? И почему нам кажется, что это долго? Потому что обратная связь вот этой физической, ну, в этой вселенной физической, есть всегда обратная связь. На неё уходит какое-то время. Вот, допустим, человек почему видит перед смертью всю свою жизнь вот так скомканно? Это и есть сон. То есть он просыпается в этот момент, да, когда умирает. А наш сон, который мы видим вот во сне, грубо говоря, вот в этой жизни, это проекция проекции. Если предположить, что у этой проекции вот в нашей жизни есть ещё и пробуждение, да, представляете, какое многомерие открывается? Вот я до конца это не представляю, но допускаю мысль, и от этого становится очень спокойно. То есть раскрывается Вселенная и космос. Одна из моих медитаций, ну, если можно так сказать, медитаций. Лет пять назад я представил, например, что я умер. Ну, у меня нет физически, да. Представил дальше, что умерли мои дети. Ну, вот у меня, например, там 23 ребёнка, да, например, или 28. Неважно. В общем, все они умерли тоже. Нет их физически. И у этих детей там, представляете, да, уже сколько там народу, все тоже умерли. И что? Есть страх. Нет, его страха нет. И нет меня, вот когда я физически умер. Есть, я всё равно есть. И вот это ощущение, что я есть всегда, оно прям, ну, реальный ответ приходит, ну, мне пришёл, что да, я есть всегда, и ничего страшного-то не произошло. Вот это ощущение, оно мне дало просто, ну, я не знаю, неисчерпаемое количество сил. Я понял, что время понятие выдуманное. И что не надо никогда никуда торопиться. Что ваш поезд, да, он никогда не уйдёт. Потому что ваш поезд, это ваш поезд. И когда вам навязывают, что пора сделать и это, а посмотри, как вот здесь, людей вписывают в модель тотальной смерти в определённый срок. То есть вот есть срок, условно там, сто лет, да, это максимальный срок жизни человека. И людям говорят, что вот в сто лет, ну, подождите, в 70 лет, давайте вот так возьмём, да, в 70 лет, в 80 человек умирает. Сто лет – это уже чемпионы, это марафонцы, которые добегают до этой дистанции. Но почему бы не предположить, что человек может жить столько, сколько хочет? Вот просто предположить. Можно же жить столько, сколько хочешь. Для этого нужно что? Как минимум хотеть жить, да, и жить. Всё, вот, хочу и живу. Столько, сколько хочу. Сколько хочу – определяет каждый сам для себя. Если мы полагаемся на общепринятую модель, соответственно, живём сколько? Сколько живут в общепринятом смысле? В общепринятом смысле живут сейчас очень мало. Ну, мало по меркам. Вот есть такая буквица, да, древнерусская. В ней 49 знаков, 7 на 7. И каждый знак привязан к году жизни. И он определяет предназначение жизни вот в этом году. Первые 2 на 7, 14 лет, ребёнок вообще не должен получать никакие знания. Он должен сам изучать мир, познавать его. То есть, его нельзя сажать за парту в 7 лет. Его нельзя заневоливать. Его нельзя говорить, что кончаешь беситься, кончая болтать, кончая там разговаривать и так далее. Он должен познать мир. Если он мир сам не познаёт, то за него познаёт его ум, который получает информацию от учителей, от безумно боящихся мира родителей, хотящих сделать его хорошими. от, я не знаю, телевизора. Телевизор вообще отдельная тема, не будем её брать. Я просто скажу, что не смотрите телевизор никогда. У меня, например, мои близкие родственники говорят, что а как же ты так вот не узнаешь новость какую-то? Разве можно быть таким безразличным ко всему? Ну, на что элементарный ответ. А ведь смотря один канал, когда ты смотришь новости, ты в этот момент не можешь одновременно ещё 10 каналов посмотреть, или 20, которые идут. И ту информацию ты тоже не воспринимаешь. Как ты можешь быть вот таким безразличным костальным каналам? А смотря, допустим, ну, предположим, можешь ты смотреть 30 каналов одновременно и охреневать от того потопа ужаса, который на тебя льётся. А ты же не знаешь о том, как, допустим, в Африке где-то, да, несчастная девочка там похоронила котёнка, который себе сломал лапу. И таких случаев миллиард на планете. Как можно оставаться безразличным ко всему этому? Это же ведь вообще чёрствый человек, должен быть, который даже телек смотрит. Так вот, новости, которые говорит нам телевизор, да, во-первых, а, в них нет ничего нового, б, это полезная информация для вас нельзя назвать, и, ц, это только подвергает вас стрессу. Ну, просто проанализируйте, что даёт вам телевизор. Если нужны какие-то фильмы, там, музыка, сейчас, слава Богу, интернет может вот любую потребность, да, решить. То, просто, находите то, что нужно и слушайте. Как найти то, что нужно, ну, ищите от себя. Сейчас, слава Богу, вот я говорю, если бы в моё время по телеку было бы столько же информации, по телеку, блин, вот, даже, ну, оговорка, да, если бы вообще меня окружало море информации, какая есть в интернете. это, ну,